количество жир до 200 человек в день она же не выколупано из носа какой-нибудь там западной пропаганды или брехливым баранцом или кем угодно это же прозвучало из уст самих представителей украинской политической власти да вот 200 человек 200 но вы знаете я не прилежу к тем военным аналитикам которые ради брехни преувеличивают потери украинской армии я люблю объективность и так внимание раньше было сказано что в день украинская сторона украинской вооруженной силы теряют внимание аж 60 до 200 человек потому что ну не бывает так дорогие друзья я боюсь перед белорусами врать как перед иконой бывает что в день погибает 60 человек бывает 100 бывает 150 а бывает 200 то есть назван крайний крайняя планка потерь тем не менее 200 это невероятно много первый вопрос вы знаете украинская власть и политическая и военная признается у меня мало радости аплодировать так как это делают украинские нацисты по поводу гибели российских солдат я просто трезво и спокойно говорю ваши политики ваши военные называют цифры вы если вы верите верьте это не мои цифры так 200 солдат офицеров в день привожу факт когда нужно было украинцев отступать из-под днепропетровска когда генерал залужный убедил зеленского что ради спасения кадров и военных спасти нужно отступить все таки зеленский согласился а на место этих кадров военных бросил что вы думаете батальонной территориальной обороны ну а теперь давайте смотреть что же это за батальонной территориальной обороны допустим из тернополя или житомира это парикмахеры студенты водители автобус хлебопекари пастухи слесариса и так и так можно перечислять спокойные мирные профессии вот этим людям далее в зубы автомата сказали иди вон туда в окопы и стреляй русский вы знаете российской армии даже неприлично было воевать с этой армией которая сама называет себя мясом это люди не обстреляны они даже не знают как перезаряжать автомат они даже не знают как правильно прицеливаться ну и что в итоге а в итоге днепровский батюшка имя виду город днепр они трост показывают украинскому корреспонденту гигантское кладбище на котором видны 700 свеженьких могил с дешевыми крестиками и он сказал и это только за неделю подводим итог бросая в бой образование или формирование территориальной обороны украинская власть показывает что у нее уже не хватает кадровых войск это первый и главный вывод и потому бой бросается мясо это не баранец вам сказал они сами так называют потому что они же говорят не готовы они обращаются к президенту говорят вы посмотрите нам же сказали что мы будем вот тут охранят и сви район свою вотчину сви мисто свое село ну с оружием ходите следить чтобы там было все порядке а их превращают воинов воинов и их накрывают реактивными системами залпа огня пушками авиации ну что ж вы ведь всех лопцев хотите конечно конечно это просто такое мясо извините выражение сами это называют которые зеленская его генералы посылают на убой война необыкновенная лгунья кстати чтобы никто меня братья белорусы не уличил во лжи я хочу быть объективным положа руку на печень сказать война лгунья с обеих сторон потому что идет информационная война а в диза в информационной войне надо иногда брехать с обеих сторон вы понимаете меня надо врать о том что у противника гораздо больше потери а наши меньше надо врать о том что мы напираем а противник бежит и так далее это нормально я не хочу для меня священно белорусский как и русский народ я просто говорю война это не только выстрелы но это и информационная война она как бы отражает отражает реальное состояние дел ну и каждая сторона конечно выпячивает то что и выгодно и приглушает то что не выгодно о боже мой неужели умным моим белорусам сказал что-то новое да нет это классика жанра поехали дальше на начало нашей специальной военной операции украинскую армию можно было заносить в книгу рекордов гиннеса знаете почему потому что по количеству вооружений и боеприпасов на одного военнослужащего украины армия это было находилась самой сильной в европе выслушайте меня самая уже не говорю про российскую и белорусскую это книгу рекордов гиннеса и теперь да переходим ко второму этапу в ходе специальной операции мы откалибровали я сегодня говорил на телевидении в зависимости от вида боевой техники где-то 30 процентов мы покрошили пошли повзрывали где-то 50 где-то 70 ну что касается военно-морского флота то украины фактически не осталось там остались какие-то 16 надувных водок и маленьких крохотных катеров которые там запрятались какие-то украинские камыша ликвидировали украинский флот на 90 процентов но внимание тем не менее надо учитывать что после падения советского союза украине достались три самых жирных военных округа киевский прикорпатский одесский они были тыловыми округами варшавского договора о боже мой вы бы знали сколько на стратегических сладах там было оружие боеприпасов патронов автоматов пушек зенитных ракетных систем да украинцы кое-что попродавали но на момент нашей спецоперации они были вооружены по самой подбородке даже выше а тем не менее вы правильно спрашиваете вопрос бегает зеленский по миру там дайте оружие дайте оружие вы посмотрите дипломаты все каждый посол в любой стране даже в гондурасе где один автомат на миллион человек да он не дайте оружие дайте оружие это интересная вещь ведь казалось бы если просят оружие то она не хватает нет не покупайтесь братья белоруссия у украинцев достаточно оружие вы посмотрите сколько мы объявили у них самолетов до начала операции там где-то порядка 180 а мы уже сегодня больше двухсот десяти уничтожили они летают дорогие друзья да мы уже авиацию украинскую два раза уничтожили хопа о чем это говорит о том что а во первых розетка российская сплоховала во вторых а украинцы спрятали свою авиацию где не прячут отчасти в западной украине причем на тех аэродромах на котором мы к сожалению не обратили внимание с другой стороны в польше в рубине и в словаке да и там они прячут да дорогие друзья и вдруг откуда-то эти самолеты феникса мы под изюмом сегодня вчера сбили су-24 да их там помине уже не должно быть потому что по данным нашей разведки на начало операции да у них должно быть там 17 су-24 а мы клепаем и клепаем клепаем и они бесконечный су-24 а где они взялись а некоторые из польши некоторые из румынии некоторые прячутся на запасных аэродромах украины вы поняли меня так что не надо покупаться на эти дешевые лозунги зеленского дайте оружие дайте 100 пушек дайте самолетах дорогие друзья украина достаточно оружие а теперь же почему она просит отвечает полковник баранец просьбы дайте больше оружия дайте больше оружия это очень хитрый способ втянуть нато как больше больше европейских стран в украинскую войну с россией вы понимаете для них даже не важно там пушки самолеты так нет нет им главное чтобы это оружие присутствовало на поле боя и чтобы показать зеленского вы знаете смотрите весь мир воюет с нами на стороне украины против россии но ведь это же ложь это же ложь и тем не менее факт остается фактом переходим к самому главному может быть мне неприятно это говорить но родным братьям белорусам я скажу вы слышали что 80 гаубиц м-3 семерки все-таки были доставлены на украину баранец не виляя фастом докладывай вы прозевали со своей разведкой докладывает полковник баранец прозевали сейчас эти м-3 семерки молотят и по донбассу и по горловке и по всем нашим городам прозевали прозевали баранец вы начали бить чугунку после этого украинскую да и подстанцию стали бить но почему так поздно а вот это вот я брат белорус и не пойму поздновато мне не теря мне непонятно почему мы не бьем сегодня почопу через который идет вооружение боеприпасы гсм на украину мне непонятно почему мы не с нашими кинжалами не завалили бискидский тоннель где двухпутка полтора километра и двухжильные двухжильные железнодорожные жилы и качают тоже боеприпасы и так далее есть много загадок и дорогой мой братик белорусской наверняка вы слышали что мы обещали что будем бить по центру принятия решений да говорил об этом генерал коношенков говорил об этом министр иностранных дел лавров говорил об этом министр обороны россии сергей куджугель шойгу говорил наконец-то президент россии путин нормально да как у нас по у вас белоруссии в нас говорят пацан сказал пацан сделал мы сегодня где-то краем уха слышим что наши ракеты где-то падают на окраине киева где-то там может что-то еще взорвалось но разве мы слышали об ударах по центрам принятия решений мы не слышали и надо честно глядя в глаза москва минску должны честно говорить ребят мы не сдерживаем свое слово пока мы не сдерживаем твое слово переходим к другой фазе предстоящего нашего действия американцы полонглизу пообещали нам огромный украинцам пообещали огромное количество вооружений в том числе и химмерс да химмерс да реактивные системы залпового огня если стреляют одними снарядами то 40-70 а там где тактические ракеты загружаются то там и 300 а уже еще и самые сильные 500 вот скоро у меня здесь подмосковье скоро я тут буду огурцы выращивать и меня здесь снаряды химмерсы будут рваться я боюсь да в об этом тоже говорить внимание и так они смотрели сначала пообещали 4 пусковых установки потом 12 потом 30 что вчера зеленский дайте нам 300 там другой герой дайте нам 600 это серьезное оружие вот так держась руку перед вами хочу это серьезное оружие внимание если она появится у украины то никакие обещания зеленского не стрелять по россии не верьте это все равно как лесу назначить директором курить вы понимаете она он будет все равно стрелять сто процентов так внимание чему это приведет во-первых гибели российские солдаты офицеров и дончан это понятно потому что дальность стрельбы так далее во первых безусловно усилятся обстрелы нашей территории а там же ведь у нас и курская атомная электростанция а а а там же белоруссия близко идем дальше это добавит нам новых целей а это значит что надо и новые ракеты готовить а это значит готовит новые ракеты путин давая из бюджета новые деньги а если мы будем чрезмерно тратиться на эту операцию то придется что сворачивать социальные программы а если придется сворачивать социальные программы то народ будет недоволен а если народ будет недоволен путин уходи в отставку вы слышите что я говорю вот она вот она генеральная цель западных поставок на украину мы это читаем мы мы не лохи и последнее что хочу сказать каждый из этих химеры или хаммерс российская разведка уже знает где в америке загружают куда их доставят на самолетах или на кораблях мы знаем где не будут разрушаться теперь наша разведка должна знать где точки входа на украину вы понимаете где будут загружать и как только они переползут хотя бы одним вагоном на украинскую сторону тут прилетает его величество российский калибр тут прилетает его величество российский кинжал а потом может быть и высокоточный искандер который уже кстати есть у наших братьев белорусов все крошить в точках перехода чтобы мы даже не слышали что эти эти химеры переползают на сторону украину дорогие друзья это не дело принципа потому что они зайдут не дойдут это дело знаете связано мы потеряем что новые сотни а может быть и тысячи наших граждан солдат и офицеров мы этого не должны допустить вот такая моя воинственная речь и я буду принципиально настаивать это на каждом углу как человек который когда-то немножечко послужил генеральном штабе и которого немножко повоспитывали нашей стратегии ну вы знаете не мне же вам рассказывать что случилось позавчера да когда был массированный обстрел донецк мой друг журналист который работал там в это время встретился с дедом которому 95 лет который в разуме которого привезли из раненого в голову плечо и которого перебинтовывали донецкой врачи мой друг стоял рядом он его привез туда и он сказал вы знаете колы немцы бомбардувал из стали но вы должны знать что сталина это город донецк он имел бы да так вон и не так злоди нечал и вы видите в чем дело фашисты когда брали сталина они не так бомбардировали этот город как нынешние украинские фашисты вы спрашивали не преступление ли это но как можно расценивать ракетные артиллерийские удары по городу в котором не было ни одной значительной военной цели там что стояла танковая бригада танковый полк артиллерийский полк там стояла еще может быть мотоцелковый да нет же этого не было там были груднички и дети в том числе беременно там был даже роддом вот это вот этот факт я думаю мы доживем до второго нюркальского процесса который конечно мы устроим сами потому что запад нам даст честно судить этих фашистов украина фашистов мы сами устроим и мы им все припомним все это протоколируется вы знаете нам доказать преступность фашистского режима украины придется очень просто потому что у нас вагоны тонны тонны доказательных и фото и кино доказательных показания свидетелей мы будем знаете если запад повернется к нам извини за вражение скажет это ваши дела мы наплюем на это мы будем судить своим своим судом своей совести мы позовем всех кто потерял грудного ребенка мать отца брата мы позовем свидетелей обстрела в мариуполе и в том же святогорске и в том же север донецкой мы позовем всех мы будем доказывать шаг за шагом упорно потому что это наша правда это наша правда и тогда никто на западе не а если кто-то загнется мы просто это будет наш праведный суд собственно он уже начался он начался потому что началась наша военная специальная операция это очень трудный вопрос который больше всего не любит российской военной запомнить да когда нам президент верховный главкомандующий поставил задача их две это демилитаризация деноцификация но деноцификация если хотите это на 100 а может быть и на 200 лет для армии главное решить ее вопрос его инструментами армия не будет заниматься деноцификации потому что это связано с мозгами с идеологией с политикой армия этим не занимается армия это танк пушка самолет калибр кинжал су-25 и так далее вы знаете вот этого вопроса по поводу переговоров российская армия жутко не любит она даже она просто говорит эй политики дипломаты не путайтесь под ногами нам путин приказал провести демилитаризацию дайте нам закончить демилитаризацию а здесь у нас так бегают шебуршаться какие-то дипломатической мыши под ногами переговоры 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 да никаких переговоров ребята какие переговоры если там вот 710 обстрелов 1200 обстрелов это я не понимаю какие переговоры переговоры могут начаться только тогда когда российский государственный флаг мы воткнем в офис президента украины понимаете да и когда будут переговоры на наших условиях только так как говорит русская народная пословица раз пошла такая пьянка режь последний огурец вы знаете у нас слишком много нерешенных задач на украине мы еще не разромили донецкую группировку раз у нас еще непонятно как мы будем решать с одесской николаевской области да и нам же там преднестровье родное рвется к нам в объятие преднестровцы заслужите нас запомните я не забыл об этом и путин тоже да запомните мы нам может быть мы не будем спешить опять на харьков на киев мы сядем крепко навеки навсегда при черноморье и призовье все чтобы это раз и навсегда эти берега жирно политая русской крови они навсегда останутся нашим ради этого разве не разве этого войны дальше а уж когда мы совершим эти вопросы тогда мы пойдем уже паршрутом и на я не думаю о том чтобы допустим родной михарьков превращать мариуполь или днепропетровск или тот же золотоглавый киев нет нет кроме когда вам говорят взять город никогда не поддавайтесь лживой сути этого термина взять город это значит превратить его в дрезден вы наверняка учили историю вы помните что сделаю с дрезден да это грея это 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 горящие дома это это вообще щебень пылающий и 80 процентов города просто умерло после налета там американцев мы не берем мы осаждаем города теперь да вы задали очень важный вопрос тактика их понятно внимание берите два элемента каждый город более-менее стоящих где есть какие-то промышленные предприятия есть толстые стены весь подполе превратить его большой или маленький азовсталь вы поняли мы это понимаем да это раз второй элемент это прятаться за спины грудных детей которые кстати вы видели бомбили роддом там дети еще мамки в чреве были а их уже пытались убить о припомним это на донецком процессе и вот это прятание за спины мирного населения это самая характерная черта украинской тактики прятаться за спины мирного населения мы это прекрасно понимаем мы это прекрасно видим и мы сейчас меняем инструменты для того чтобы с минимальными потерями брать под контроль города я не сказал брать города искал брать под контроль города чтобы поменьше гибнуть стариков детей женщин и вообще мирного населения которое не имеет к этому никакого отношения